Золотой кубок ФИФА уже был в России 4 года назад в Москве в рамках глобального тура. На курорт трофей прибыл впервые после длительного 123-дневного путешествия. Кубок преодолел более 27 тысяч километров и сменил 11 часовых поясов. Сучи 16 по счету город в тура официального кубка ФИФА. Увидеть и сфотографироваться с футбольной реликвией все желающие смогут 25 и 26 ноября на площади флага у мэрии. Отмечу, что оригинальный 18-каратный золотой трофей особо охраняется и всегда находится под защитным стеклом, так как в соответствии с правилами ФИФА прикасаться к нему могут только главы государства и команды-победительницы. И то лишь на определенное время. После в качестве награды чемпионом остается позолоченная копия кубка. По статистике футболом занимаются около полумиллиона человек. И для каждого футболиста этот кубок – мечта. Национальной сборной он еще ни разу не доставался. И сейчас в преддверии чемпионата мира россияне надеются на удачу. А вот сучницам уже есть чем гордиться. Стадион 50-тысячник прошел боевое крещение во время Кубка Конфедераций. А созданная в городе инфраструктура и радушный прием не оставил без впечатления ни одного участника и гостя турнира. К счастью, очень много таких историй. Это и Олимпийские игры зимние, это и Формула-1, это и фестиваль молодежи. Но вот самым значимым событием 2018 года, конечно, будет Кубок FIFA. В Сочи будет шесть матчей. Вот это мы третий, по сути дела, после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству матчей и по значимости этих матчей. Какие команды сыграют на поле фиш, что станет известно 1 декабря. Жеребьевка пройдет в Москве. Ну а сегодня на газон в шиповках, красной и белой формах вышли представители FIFA, краевой и городской администрации, атлеты, специальные олимпиады для людей с особенностями развития, а также известные футболисты. С первых минут юнифайт-матч впечатлил зрителей. Ими стали воспитанники футбольных секций спортшкол города. Юные футболисты отметили игру всех участников матча, но больше всего им понравилась игрок национальной женской сборной команды Виктория Шкода. Ей удалось забить ворота противника несколько мячей подряд. Кстати, на поле сочинского стадиона Виктория вышла впервые. Здесь показывают тем, что нету слабых соперников, все достойны играть в футбол и все могут доказывать, показывать красивый футбол. Здесь очень здорово, очень хороший стадион, тут очень много болельщиков поместится. Я считаю, что наша сборная достойна медали и побед. Юнифайт-матч прошел не ради появления победителя, а с целью повышения интереса юных футболистов к этому виду спорта и развитию чувств патриотизма за свою страну и футбольную команду.